Друзья, всем привет! Сегодня у нас будут интересные самоделочки из болтов и гаек. Первая самоделочка будет для крепления тросика. Для этого нам понадобится удлиненная гайка и два коротеньких болта. В первую очередь на удлиненной гайке нам нужно будет накернить отверстие и затем просверлить его. Вот сейчас я накернил и буду сверлить отверстие. Отверстие у нас должно быть сквозное. Гайку я взял восьмерку, а отверстие я сейчас сверлю седьмым сверлом. Этого вполне достаточно. Если, допустим, вы будете крепить какой-то маленький тоненький тросик, то можно сделать отверстие и меньше. Ну, в принципе, я думаю, вот это самое будет оптимальным, то есть седьмое сверло. После того, как все это просверлил, можно приступать к сборке нашей приспособы. То есть закручиваем с двух сторон наши коротенькие болтики и в отверстие уже продеваем тросики. Допустим, каким способом? Можно вот так, допустим, таким способом. И закрепляем. То есть берем два ключа, с одной стороны подтягиваем и с другой стороны подтягиваем. И таким способом у нас контрится наша приспособа. И, как видите, тросик будет надежно зажат. Также можно вот таким способом, допустим, когда нам нужно его удлинить. Для следующей самоделки нам понадобится РМ-гайка 12-й, болт 12-й и две гайки 12-й. В первую очередь у болта нужно срезать шляпку. То есть берем болт, зажимаем в тиски и отрезаем шляпку. Я где-то отступил приблизительно один сантиметр. И вот таким вот способом отрезал. Затем нам нужно будет заточить. Затачивать будем с помощью станка и шурповерта. Недавно купил шурик себе. Все спрашивают, где, почем брал. Все можно посмотреть на Е-каталоге. Кстати, здесь ничего сложного. Заходим на Е-каталог. В поиске вбиваем дрель шурповерт. Как видим, вот множество шуриков появилось. Выбираем по параметрам. Выбираем производителя. Если нет в начале нашего бренда, нажимаем все бренды. Наш бренд Crown. Вот нашли. Ставим галочку. Также можно другие параметры посмотреть. Так, питание должно быть аккумуляторное. Две скорости. На напряжение питания выбираем 18-20 вольт. Емкость аккумулятора от 1,5 до 2. Ну и, кстати, на моем шурике диаметр патрона 13 мм. Ну и, в принципе, все. Нажимаем подобрать. Как видим, вот в первой списке наш шурик. Нажимаем. Смотрим фотографии. Что здесь есть? Как видим, есть кейс, два аккумулятора, зарядка, инструкция. После того, как посмотрели фотографии, можно зайти в папку отзыва, почитать отзывы, если есть. Ну или, к примеру, зайти в папку описания. И в характеристиках посмотреть, какой крутящий момент у шуруповерта, диаметр патрона, есть ли электронный тормоз. Ну и, когда определимся с шуруповертом, можно зайти в папку, где купить. В том магазине, где нас больше всего привлекла цена, можно сделать покупку. Ссылку на e-каталог оставлю внизу под описанием. Кому интересно, можете перейти посмотреть. Ну а мы продолжаем. Включаем наш наждак и приступаем к заточке нашего болта. Затачивать не спешим. Также не забываем про водичку. После того, как заточим, у нас должен получиться вот такой вот результат. Сейчас я вам его покажу. То есть, должно быть острие получиться. После того, как все это мы сделали, можем приступать к сборке нашей самоделки. Изначально на болт накручиваем две гайки. И также их нужно будет еще законтрить, эти две гайки. Чтобы они не прокручивались. После того, как законтрим, накручиваем нашу рым-гайку. Ну и, в принципе, все. Наша самоделка готова. А самоделка нам будет служить для того, чтобы затачивать полукруглые стамески. Ну, то есть, рейер. Вот таким вот способом мы закрепляем. Также берем ключ и затягиваем. После того, как все это затянули, можно приступать к заточке. То есть, как мы это делаем? Выставляем нам нужный угол. То есть, вот смотрите, да, рейер. Нужный угол выставляем. И упираемся, то есть, острием в стол. Вот после этого еще раз проверяем, все ли у нас совпадает. Если да, то все. Включаем наждак и приступаем к заточке рейера. Вот такими вот движениями мы будем затачивать наш рейер. То есть, влево, вправо. А, как видите, рейер у нас никуда не уходит. То есть, он в одной точке. Некоторые делают еще снизу, прикручивают деревяшку, делают там отверстие. И уже этот болт вставляют в это отверстие. Для следующей самоделки нам понадобятся 12 болт, 2 12 шайбы и гайка. Изначально я накручу нашу гайку на болт для того, чтобы его немного обрезать. Потому что, как видите, он длинный. Такой длинный нам не нужен. Поэтому, сейчас зажмем в тиски и отрежем спокойно наш болт. Для чего гайка? Чтобы, когда мы отрежем болт, резьба у нас не повредилась. То есть, можем спокойно гайку открутить. И потом никакого не составит труда ее на место закрутить. После того, как обрезали болт, снова зажимаем в тиски наш болт. И нужно будет сделать по центру рез. Я взял болгарку. Изначально прошелся более тонким диском, сделал рез. Потом поменял диск. И уже еще один раз прошелся, сделал более широкий рез. После того, как сделаем прорезь на болту, можно приступать к сборке нашей самоделки. В итоге должно получиться вот так. Болт и посередине прорезь. Ставим шайбу. Затем берем тросик. То есть, вот таким способом мы его ложим. Потом второй тросик. Снова шайбу. И берем гайку и затягиваем. Вот таким вот способом можно скрепить два тросика между собой. Я думаю, каждый найдет применение такой приспособы у себя в хозяйстве. На этом у меня, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк. Также напишите, понравилась вам данная тематика, не понравилась. Стоит ли в дальнейшем снимать такие видео или не стоит. Всегда готов выслушать и вашу критику, и ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.